Разберемся с вами с герпетическим поражением слизистых. Герпетическое поражение слизистых у нас наступает на фоне снижения местного тканевого иммунитета и иммунитета слизистых оболочек. И поэтому мы говорим, у мамы тоже есть герпес? Есть такая тема у мамы вашей? Была, наверное. Была, наверное, не знаем, да? У вашей дочки или сына есть такая тема? Нет. Нет пока, слава богу. Дочки сколько лет? Старше 40. Старше 40, герпес у нее не возник. У вас возник герпес во сколько лет? Лет 10 уже. Лет 10 назад стал быть где-то район 50, да? После того, как вам поработали стоматологи во рту или ничего? Даже не знаю. Не знаем. В любом случае мы говорим, парадонтоз у нашей девицы сколько лет уже? 10. 10 лет парадонтоз. То есть мы говорим, наличие воспалительного процесса на слизистой рта, носа. Сколько лет заложен нос? С детства. С детства. С детства заложенный нос говорит о том, что у нас есть застой лимфы в носогубном лимфоузле. И мы продукты воспаления не выводим с вами куда? В венозный угол. А так идет воспалительный процесс на слизистых от носа до ануса получается, да? И вот следствием этого воспаления мы имеем увеличенные лимфатические узлы, конкретно вот он щечный лимфоузел. Начинаем при герпесе на слизистой рта с ним работать, выводить. Какой жестче оказался лимфоузел у нас? Правый, да? Болезненный тоже правый вот сейчас получилось. Правый болезненный лимфоузел. То есть мы когда трогаем с вами вот этот вот щечный лимфоузел, который говорит о том, что местный иммунитет нарушен, поэтому есть и парадонтоз, и поэтому есть искривление носовой перегородки, и поэтому есть проблема герпеса. Значит, убираем местный лимфостаз, вот здесь лимфатическим массажем, мы восстанавливаем с вами иммунитет противовирусный. То, что у нас сейчас превалирует вирус, мы сделали исследование микробиома человека, и в микробиоме человека, где вы такую лабораторию нашли у нас в Москве же вы ее нашли, да? Вот, мы ее нашли, генетическая лаборатория она называется, исследование микробиома человека, и в данном случае мы видим, что превалируют грибы конзида, и превалирует герпес симплекс. То есть мы говорим, из всех микроорганизмов на данный момент у нас идет интоксикация, как нам сказали некробиологи, эндоинтоксикация от собственного вируса, который размножился на фоне активно идущего с детства воспалительного процесса слизистая носа, потом парадонтоз, слизистая рта, лор, что какие оперативные вмешательства делал в нос, пытались убрать заложенность носа, да? Перегородку делали операцию, раковины носа, ушел процесс, не ушел процесс. Сколько раз вы делали операцию на нос? Три раза уже, да? Как это, на четвертый тоже собрались? Нет, уже решили не делать. Значит, убираем застой лимфы с вами в носогубной ветке, да? И то, что у нас имеется застой в шейном отделе, давайте с вами посмотрим, позвоночные артерии, общие сонные артерии, внутренние сонные артерии, наружные сонные артерии. Мы видим, что у нас и дамы в разделе внутренних сонных артерий, внутренние сонные артерии мы с вами разбирались, это выше серединочка шеи, с левой стороны скорость 100, а с правой стороны скорость 61. Значит, пока идет воспалительный процесс на носоглотке, у нас с вами будут увеличены шейные и лимфатические узлы и будут сдавливать сосуды снаружи, что меняет скорость мозгового кровотока, в том числе практически в два раза разница, да? Практически здесь мы видим на 40% вот такая вот разница. Это все у нас было сделано, дуплексное сканирование магистральных артерий головы в 2018 году. И сейчас мы говорим, что нам необходимо менять вот эту ситуацию с помощью лимфатического массажа. Значит, в следующий раз, через 2-3 года после коррекции лимфатическим массажем шейного отдела, мы должны увеличить диаметры в области шейного отдела и получить результат в мозговом кровотоке. Заодно у нас с вами повысится местный иммунитет и уйдет герпес на слизистых рта, а нос спокойный, герпес в носу нет, не появлялся. Это бывало ситуации, что герпес в носу появляется, да? Проблема в глазах зафиксированная. Что там в глазах? Правый, левый глаз, вспоминайте, что окулист написал. У меня патерегиум прооперировал. Вот, у нее и глаз оперированный. Оперироваться можно, ребята, бесконечное количество раз. Наша дама уже поняла, да? Задача помогать не наступать таким острым ситуациям, восстанавливая местный иммунитет. Удачи вам!